В начале нашей главы говорится Наши мудрецы объясняют, что вышли из Египта не все. Как минимум, самое меньшее мнение это 1 пятое. Значит, 80% осталось в Египте. Кто вышел, а кто не вышел. Говорят наши мудрецы, выходил только тот, который хотел. Тот, который не хотел выходить, тот остался. Его похоронили в Макатхошах, когда была тьма. Значит, самое главное, хотеть. Все зависит от нашей желания. Мы привыкли думать, что желание это средство для исполнения. Говорит Рабин Ахман, парадоксальные вещи. На самом деле это наоборот. Желание является целью. А наши действия это средство, чтобы дойти до этой цели. Значит, мы выполняем заповедь, чтобы получить желание повыше. И тогда мы больше выполняем. И тогда у нас появляется больше желания. Самое главное это желание. В Кабале известно, что самая высокая сфера это кетель, корона. Кетель это желание. И туда мы стремимся. Самое главное это хотеть. Известная фраза, нет ни одно препятствие, которое может препятствовать желание. По-простому понимается, что когда человек хочет сильно, он все сможет делать. Но это не совсем всегда правило. Может быть человек очень-очень сильно чего-то хочет, но это уже невозможно. Например, если, не дай бог, человек инвалид, и у него, не дай бог, нет две руки, так он, ручной твилин, уже никак не сможет одевать. Новая рука у него не будет расти никогда. Так что же тогда означает, «Энда, Вау, Медбифна, Латсон» объясняет Рабинатам? Нет ни одной вещи, ни одно препятствие, которое может препятствовать, хотеть, желать. Это всегда свободно. Всегда человек может хотеть. Единственная проблема, что мы недостаточно ценим желание без действия, говорит Рабин Ахмад, чтобы ты знал. Самое главное – это хотеть. И когда человек поднимется, дай бог, после 120, после смерти, и Всевышний спросит, почему ты то не сделал, почему то не сделал. Может быть, на всякие вещи будут у нас разные отмазки, но на одно, на один вопрос у нас вообще не будет никакой отмазки. Почему ты хотя бы не хотел? Ведь самое главное – хотеть.